До открытия новой школы в Южном городе и начала нового учебного года остается несколько минут. Оволнение здесь невероятное, но очень радостное. И по традиции виновники торжества, те, кто идут в школу в первый раз. В этом году школа в Южном городе принимает 271 первоклассника. С 1-го А до 1-го К 10 начальных классов готовы пойти учиться. Янис Сафонов строил эту школу, а теперь ведет дочку в первый класс. Гордимся дочерью, рады, что она у нас уникальная. И нам повезло, что мы попали в эту школу. Хочешь в школу? Да. А что ты в школе больше всего ждешь? Пятерки. Школу построили меньше, чем за два года. Это стало возможным благодаря поддержке на областном и федеральном уровнях. Активное участие в выделении средств принимал депутат Госдумы Леонид Симоновский. Открытие такого образовательного центра называют настоящим прорывом и руководство страны и области, и строителей, и жителей Самарского региона. С победой правительство, которое выделило на программу образования большие деньги. И мы смогли построить и будем дальше строить школу в Самарской области, в том числе за счет федеральных денег. Теперь очень важно, чтобы в стенах этой школы кипела жизнь. Так как уже сегодня вы открываете с активным участием учителей, учащихся, пусть это будет всегда. На концерте в честь открытия выступают и школьники, и учителя. 84 педагога, многие из них с высшей квалификационной категорией, что не мешает весело встречать своих учеников. Укомплектовано больше 50 классов для начальных отдельный вход. Я думаю, что должно быть комфортно для детей. Ну а комфорт, он все под подчастицей, по группицам собирается. И уроки, и перемены, и учитель, и родители, это все собирается в общий один комфорт. Сама школа – это сплошное образовательное пространство. Больше 40 кабинетов, лаборатории, ботанические теплицы, мастерские, два спортивных и обеденных зала, актовый зал на 250 человек и множество зон для отдыха и творчества. Здание оборудовано по самым современным технологиям, и его называют нестандартным, потому что такую высокую планку взяли пока только в Самаре. Олеся Корецкая, Константин Головин, События.